Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все то, что детям Лететь, как голос Лететь, как вести И быть под небом Все жизни вместе Ты моя простая история Ты мой самый-самый большой секрет Хочешь целый мир нам построю я Мир, где можем мы Почему бы нет Лететь Люди слишком много хотят порой Путаясь в желаниях пустых своих Как же хорошо, что у нас с тобой Есть одна мечта на двоих Лететь, как птицы Лететь, как ветер И пусть нам снится Все то, что детям Лететь, как голос Лететь, как вести И быть под небом Все жизни вместе Улететь Лететь Лететь Лететь, как птицы Лететь, как птицы Лететь, как ветер Лететь И быть под небом Все жизни вместе Улететь Лететь Лететь Завари зеленый чай Артишок.фм включает Поболтаем? Поболтаем Поболтаем на Артишок.фм Ага, не узнали музыкальную подложку для моего прямого эфира. Привет, друзья! Дело в том, что у нас сегодня необычный вечерний прямой эфир. Ну, в принципе, у нас все они необычные, но сегодня у нас на прямой связи с нами такая мистическая, таинственная, я бы даже сказала, необыкновенная, волшебная гость. Те, кто слышал уже анонс, знают, что у нас в гостях, боже, у меня аж сердце замирает, я прям останавливаюсь, девушка, которая является официальным голосом радиостанции Европа Плюс, крупнейших рекламных брендов, этот же голос, это Ленор, Сбер, Мэйбелин. Кто смотрел сегодня мои анонсы в статусах, тот тоже послушал рекламки, я там даже видео выложила. Федеральный и Международный диктор, член Союза дикторов, актриса озвучивания кино, сериалов, мультфильмов, компьютерных игр, всяких различных говорящих кукол. У меня уже голос дрожит, потому что это же не я. Радиоведущая всех эфирных форматов, от новостей и линейки до авторского утреннего шоу. Преподаватель мастерства актера озвучивания, вокала, сценической речи, художественного слова, медиажурналистики, основатель и педагог школы дикторского мастерства. Вокалистка еще к тому же и автор песен, лидер группы. Музыкальный трек вы только что услышали, группа эта называется Mystical Science. Это Июль Эвалон. Июль, привет! Привет, Наташа. Очень такое длинное, подробное резюме мое просто. Ну, ты видишь, у меня голос... Спасибо большое, очень приятно. Голос у меня дрожал, сразу хотелось как-то выпрямиться, говорить правильно. У меня уже за сегодняшний день не очень получается, поэтому извини, если что. Чтобы я двойку не поставила, да? Да-да-да-да-да. Если вдруг тебе покажется, что я сейчас отвечаю на два, ты уж прости меня, пожалуйста, и не принимай это близко к сердцу и к своим связкам голосов. Я очень добрая училка. Я же знаю, что когда ты слышишь в голосе какой-то напряг, ну, я имею в виду не ты, а люди, которые звучат, да, и вокалисты в том числе, это очень сильно бьет по связкам, когда у кого-то другого проблемы возникают, и ты сразу такой, ааа, у меня голос сел. Да, есть такое, есть. Поэтому я сейчас постараюсь сделать дох-выдох и звучать как можно лучше. Спасибо всем, кто сейчас с нами. Я смотрю, что люди у нас прибавляются, наши слушатели. Да, я напомню, что мы услышим обязательно, поставим этот наш эфир в записи, для того, чтобы большее количество людей могло услышать наш этот эфир. Ну, давай поболтаем, что ли? Давай. Давай, давай поболтаем. Ну, первый вопрос мой, конечно же, который мучает тебя с детства наверняка, чуть ли не с рождения, наверное, когда ты только начала воспринимать информацию и говорить, это, конечно же, ты догадываешься, да? Да. Да. Настоящее ли это имя? Почему июль? Как так получилось? И с фамилией тоже вопрос. Настоящее ли это творческий псевдоним? Давай, рассказывай. Имя настоящее. Все всегда удивляются, переспрашивают, хотя, казалось бы, да, достаточно такое известное слово и легко произносимое, ничего сложного в нем нет, но тем не менее. И обычно, знаешь, когда какие-то документы оформляешь, например, летишь куда-нибудь там в таможне, и такие сидят серьезные дяденьки и тетеньки, когда они видят... А, или даже, знаешь, когда иногда останавливали, ну, проверяли просто документы там на дороге сотрудники ГИБДД, такие, знаешь, серьезными лицами, такие прям дядечки, и такие берут права там или паспорт, и прям расплываются в улыбочке до счастливого вам пути, до хорошего вам отдыха. Видишь, как имя дарит твоим хорошее настроение. Это очень мило. Да-да-да-да. Они говорят, у нас прям сразу поднимается настроение, нам так хорошо, тепло. Или, например, если это зимой происходит, они говорят, как же долго нам вас ждать. Я говорю, ну зачем ждать? Смотрите, я уже, я уже с вами, я уже вас грею своим теплом. Вот, да, так что с именем все время такая интересная история. Ну, смотрю, уже вроде как-то привыкают люди, наконец-то. Ну, на самом деле, это необычно, там Майя, это понятно, а вот чтобы девушку звали Июль. Ну, то есть такое имя существует... Я надеюсь, я надеюсь подольше, это единственное имя. Потрясающе. А ты там по наследству не собираешься передавать, как-то запатентовать это все? Не знаю пока. И вот только в качестве какого-то подарка или за большие имени? Надо подумать об этом. Я разрешаю тебе называться Июль, представляешь? И продала свою имя за большие-большие миллионы долларов. Прикольно. У меня только не продается, бесценная она. Бесценная. Ну, а то, что касается фамилии. А фамилия, да, это псевдоним. Это псевдоним, потому что он очень многосмысловый. Я его обычно не объясняю. Просто вот он есть и есть. Он для меня много значит. И он очень классно по звучанию, по буквам, по сочетанию звуков. Гармонизирует с именем. И поэтому вот так сложилось. Ну, давай произнеси имя и фамилию сама. Вот сейчас хочется послушать. Привет. Меня зовут Июль Эхалова. Вы слышали, да? Слышали, слышали. Кто-то сейчас... Ой, мурашки по телу. Слушай, а ты специально, да, делаешь голос таким бархатным и нежным? Как в рекламах звучишь, когда что-то озвучиваешь? Ну, не всегда, не всегда. Это я так иногда делаю, чтобы показать, что всё-таки вот что такое диктор. Но в жизни стараюсь в бытовой не разговаривать дикторским голосом. И студентов своих тоже так учу. Потому что, ну, всё-таки это такая профессиональная история. Если это не характерно, не от рождения, да, вот, или ещё там как-то, не твой конкретный тембр, вот эти все субтональные какие-то звуки, какие-то более приглушённые, то лучше говорить своим естественным речевым голосом и тембром. А вот эти все разные-разные голоса оставлять для разных проектов и форматов. Слушай, ну, а часто говорят, когда вот узнают, что ты озвучила какую-то игрушку или какой-то мультик, ну, поговори, пожалуйста, скажи вот этим вот голосом. О, да, да, да. Удовлетворяешь тебе эти просьбы. Ну, когда как, иногда да, иногда, смотря какая обстановка. Если у меня есть такая возможность, я там не натружена, то я могу сказать. Что-нибудь такое. Вот захотелось тоже мне сейчас попросить, сказать, ну, скажи что-нибудь, вот, что-нибудь там из последнего, что ты озвучила, фильм или игру какую-то, чтобы сейчас узнать. В последнее у меня был мультик «Скуби-Ду», но, если честно, я не очень помню, как она звучала. Главная героиня Велма, такая волшебная девочка тоже, очень заумная, умная-заумная, и которая очень любит магию. «Скуби-Ду» вот в кинотеатрах шел прям буквально недавно. Угу. Слушай, ну, а то, что связано с магией, это прям вот твое-твое, я так понимаю. Это мое, это мое. Все в лучшем. Мне главное, я не понимаю, как так получается, но режиссеры постоянно предлагают роли именно таких странных девочек с какими-то магическими способностями или любовью к магии. Это просто удивительно. Ну, может быть, опять же, они только имя читают, скажут, ну, ничего себе, девчонка какая-то необыкновенная просто, что же это означает? Может быть, они в голосе что-то такое слышат, что вот им кажется, что как раз для такой героини и подойдет. В общем, как-то так происходит постоянно. Здорово, слушайте. Я сейчас, давайте, напомню нашим радиослушателям, так сказать, слушайте, как будто до этого меня никто не слышал. Я надеюсь, что все нас сейчас слышат, да, и те, кто находится на сайте, слушают нас через какое-то устройство, по-другому невозможно, поскольку это у нас интернет-радио, можно еще в каких-то плеерах послушать. Но, тем не менее, на нашем сайте есть номер телефона прямого эфира, можно позвонить, он сейчас свободен, ждет человека, который сделает там тык, есть такая кнопочка, и окажется прямо у себя в телефонной книжке, и может нам позвонить и поболтать с нами в прямом эфире, прямо здесь и сейчас, вот с этим замечательным голосом, который будоражит, я бы сказала, бодрит, заставляет вытянуться по струнке. Звоните, звоните, будем рады. Звоните, скажи, пожалуйста, ну вот мы начали с того, что я озвучила еще далеко не все, что касается тебя, но информации достаточно много, действительно, и так, кто-то уже тут нам блямкает. И бренд-войс радиостанции крупнейший, и актриса-озвучивание, и преподаватель, и руководитель музыкального коллектива, и сама же певица. Чего в тебе больше? Как ты себя позиционируешь? Или ты и то, и другое, и другое, и четвертое? Я думала, ты спросишь меня, как ты все успеваешь? Ну, это отдельный вопрос, знаете ли. Кем я себя позиционирую? Ты знаешь, я всегда себя позиционировала как голосовой артист, то есть в эту профессию, скажем, когда входит и преподавание голоса речевых дисциплин, и вокал, и озвучивание. Все, что связано с голосом и речью, и в том числе с письменной речью, потому что я еще тот писарчук, я обожаю что-нибудь писать, не только песни, но и всякие статьи, прозы я раньше писала, мне все время говорили, когда уже какую-нибудь книгу выпустишь. Но поскольку у меня слишком много всяких разных проектов, вот так, чтобы сесть как настоящий писатель и заняться какой-то одной книгой, каким-то суперлонг ридом, да, мне просто на это не хватает терпения пока. Но это пока, действительно. Да, то есть в принципе, в принципе, и сонграйтер, да, это автор песен, это все равно связано опять все с той же профессией, где голос, речь, слово, музыка, все слито воедино, потому что для меня речь это тоже музыка. Я в каждой речи слышу свою мелодику, свой ритм. Для меня вообще все, что происходит вокруг, все музыка, а музыка для меня это голос вселенной. Поэтому, мне кажется, это все не очень много разных профессий, а просто разные такие ипостаси одной большой глобальной такой деятельности. То есть разные формы такие, да? Да. Смотри, ну вот сейчас у нас на очереди песенка, песня, прости, песенка так принизила прям статус твоей композиции. Это потому что ты послушала лететь, а я спросила, хочешь, я спою тебе песенку? Да, которая называется «В далеких мирах». Что-то можем мы рассказать об этой композиции, каким образом мы дальше поговорим с тобой обязательно о твоем музыкальном коллективе. Мне в этом году удостоилась я такой чести попасть на концерт этого коллектива и посмотреть на тебя на сцене, потому что раньше я, честно говоря, только представляла себе, как ты выглядишь, поскольку мы не виделись воочию, а тут уже мы знакомы лично. Я была очень рада этому приглашению, и концерт был действительно невероятный, мистический, волшебный, и группа вся волшебная, и музыка у нее такая же. Вот «В далеких мирах» это о чем? Это тоже такая космическая песня. Она о том, что нужно всегда слушать свой внутренний голос, свою интуицию, и она может проявляться в разных вещах, в разных каких-то явлениях, в поступках или словах других людей, в каких-то неуловимых кусочках из песен, да, вы случайно услышали что-то где-то. Или какой-то фразе из книги. То есть во всем, во всем. Главное настроиться на слышание, чтобы все время быть вот в этом взаимодействии, в этой взаимосвязи с миром окружающим, и получать от него различные сигналы, знаки, и правильно их трактовать. И в этой песне говорится про один из таких способов — это сны и вопросы, которые ты можешь задать во Вселенную, и они к тебе придут, ответы на эти вопросы, в том числе, например, во сне. Потому что, как мы помним, даже Великий Менделеев получил свою таблицу именно там. Слушай, ну на самом деле мистика, потому что мы только что на занятиях говорили, я задавала ребятам вопрос, что бы они хотели получить от наших занятий, что бы они хотели взять от меня. И моя же дочь, моя ученица сказала, главное, что я хочу — это научиться не просто слушать, но слышать. А ты сейчас говоришь о том, что это как раз о том, что вокруг, и что мы всё это можем услышать. Давай тогда послушаем. Правда, я призываю наших радиослушателей не спать сейчас под эту песню, а то вдруг там погрузятся и действительно уйдут в транс. Давайте, возвращайтесь к нам, слушайте прекрасную песню. Она действительно прекрасная, я слышала, я знаю, о чём я говорю. И сразу после этой песни мы вернёмся. Артишок-ФМ Когда темно И только свет луны в глаза Заткнись темно Поют неслышные голоса О том, что там, где пустота В далёких мирах Известно всё давно, но К нам приходит только сна А с неба там я Кампаю звёзды, растворяюсь в моря И в чудеса И в чудеса так Вериться просто На высоте Парам И если в своё Сердце откроешь Небу, неба Есть высоты То ты поймёшь Что ты Есть такой Еленый Кто ты Зачем ты Кампаю звёзды, растворяюсь в море Кампаю звёзды, растворяюсь в море Кампаю звёзды, растворяюсь в море И в чудеса так Кампаю звёзды, растворяюсь в море Кампаю звёзды, растворяюсь в море Чем ты Территория без политики Артишок ФМ Поболтаем 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 на Артишок ФМ А мы продолжаем болтать в эфире Артишок ФМ Спасибо всем, что вы с нами Не переключайтесь Такая заученная фраза, любимая у многих ведущих Оставайтесь на волнах Да, оставайтесь на волнах Оставайтесь с нами Услышимся и прочие такие штампики Но на самом деле Спасибо, хочется искренне сказать тем, кто с нами И тем, кто будет слушать в повторе Наш прямой эфир Я напоминаю, что мы сегодня В рубрике Поболтаем Общаемся С фантастической девушкой Которую зовут Июля Зовут её так на самом деле Ранее она нам рассказывала Кстати, почему я хотела сказать рассказывала Почему не рассказала Сказала, что вот так назвали Почему нет Июль Авалон Тайной всё-таки Не будем раскрывать, да? Ой, я так люблю тайны Это прям вообще Мистика Мистика Ясно, всё с тобой Мистическая ты наша девушка Ну на самом деле, наверное, у мистических девушек Именно вот такие вот голоса Как у тебя Приятные, нежные Сказала я своим уже осипшим голосом Тут у нас есть вопросик Вероника нам написала По номеру телефона Нашего прямого эфира На WhatsApp Я напоминаю, что вы это тоже можете сделать Наши дорогие, уважаемые, любимые слушатели Телефончик есть у нас на сайте И там есть отдельная кнопочка И можно сделать тык-тык И сразу прям позвонить А можно написать в WhatsApp В Telegram Кто-то даже иногда умудряется Писать на электронную почту А сейчас вот нам написала Вероника И спрашивает Как начать озвучивать Вот готовы ли мы с тобой ответить на такой вопрос Этот вопрос нет Честно, мне очень часто задают этот вопрос Пишут в различных мессенджерах И спрашивают Вот скажите, я там увидела там где-то Что вы озвучиваете Расскажите, пожалуйста, как начать озвучить Куда мне вот тыркнуться, сунуться Как бы Тебе наверняка задают его не реже Мне, да, мне очень часто его задают Как сказать, вот с разных точек зрения Можно на это посмотреть То есть вы можете, например, ничему не учиться А просто сесть и записывать свой голос Наслаждаться Если же вы хотите Да, а если же вы хотите Звучать профессионально И сделать эту работу Прямо своей какой-то основной деятельностью То, конечно, для этого нужно Очень много чему учиться И я, например, обучаю как раз актеров Озвучивание дикторов В своей школе В разных известных московских школах И ребята, которые приходят Такие всегда А, тан-дарадан-даран Ура, все легко и просто Буквально там первое-второе занятие Они уже такие сидят А оказывается, это достаточно тяжело Я говорю, а вы как думали Да-да-да, это очень энергозатратно И голосозатратно То есть много всяких нюансов Которые никто не знал Много вещей, которые когда-то узнавались Например, в школе Забылись А они для актеров и дикторов очень важны Очень много всего Так и в любой другой профессии Потому что каждая профессия Это целый мир Который нужно сначала постичь А потом уже стать в нем экспертом Ну а если человек действительно считает Что он вот уже сидел, сидел, записывал Наслаждался своим чудесным голосом Ему все друзья, естественно Как и у всех актеров Даже непрофессиональных И актеров озвучивания в том числе Говорят, ты крутой, ты такой молодец Ты должен озвучивать И он такой весь из себя деловой Готов куда-то там заслать Даже демо записал Готов заслать Советую так не делать Советую так не делать Потому что в нашей сфере В нашей профессиональной деятельности Репутация имеет первостепенное значение И если ее случайно сразу нарушить То потом будет очень тяжело ее восстанавливать Поэтому, поскольку у нас Очень многие люди Себя не умеют объективно оценивать Это неплохо Это просто такой факт психологический И друзья тоже не совсем объективны То я бы посоветовала Обратиться к профессионалу Для того, чтобы профессионал Оценил способности Навыки на данный момент И сказал вот свою какую-то рекомендацию Какое-то резюме То есть, что вам нужно сделать еще Или ничего уже не нужно делать Вы уже готовы И можно записывать Уже такое серьезное портфолио Ну, я подозреваю, что такое бывает редко Потому что, как правило Находится очень много всяких штучек Которые надо еще подкачать А где же профессионала такого найти К которому можно обратиться То есть, нужно Я профессионала Обращайтесь Да, обращайтесь к Юль Действительно, нужно найти Вот человека, у которого есть своя школа Ну, не напишешь же просто так там Я не знаю, первая попавшаяся фамилия Сейчас всплывает Сергею Безрукову И не скажешь Ой, мне так нравится, как вы звучите Подскажите мне, пожалуйста А как я звучу Да То есть, ну, Сергей, нет А вот именно преподавателям Которые как раз обучают Речевой вот этой всей деятельности Можно, конечно, найти их контакты Например, вот Мои контакты, мне кажется, есть везде Можно написать мне Или даже кому-нибудь еще Да тебе же тоже можно написать Ты же тоже преподаешь Можно, да Я зачиталась тут Тут такое количество сердечек просто Нам написал Сергей Добрый вечер И такой смайлик с ангелочком Знаешь, с нимпиком Передайте июль Сердечко Люблю все творчество Голос, песню, группу Три сердечка дальше С уважением, Сергей Фролов Спасибо большое Спасибо большое Спасибо, Сергей Это наши подписчики Постоянные слушатели, да Приятно, да? Когда тут раз И тебе в прямом эфире Всех своих практически поименно знаю Хотя никогда с ними не встречалась вживую Но всех почему-то знаю, помню, люблю Ты знаешь, даже мне тепло сейчас стало на душе от этого сообщения Присылайте чаще такие подобные, потому что это здорово читать Видеть такое количество сердечек Просто на душе сразу такой бальзамчик Я понимаю, что у нас уже половина часа прошло И за сегодняшний эфир мы всего не обсудим просто с тобой А хочется обсудить многое Поскольку ты действительно человек-оркестр Хотя хоть ты и сказала, что это все в одной сфере Но столько всего, что объять Болтать я очень люблю Объять просто это будет невозможно Я еще птица-говорун Что еще? Я говорю, поболтать я очень люблю Потому что я птица-говорун Ну это, наверное, у многих людей, которые связаны с нашей деятельностью Есть такая особенность поболтать Я иногда, ты знаешь, у меня даже в некоторых организациях Когда я прихожу, и мне говорят Ну расскажите там что-то Вот к врачу приходишь Я уже несколько раз осекалась Потому что меня начинают затыкать Да-да-да Я начинаю уже рассказывать Но мне сказали, расскажите, как было дело-то И я начинаю рассказывать И мне говорят, слушайте, подождите Очень много информации Давайте-ка по существу Давай по существу, Юль Расскажи Давай Вот ты сказала, есть у меня своя школа И все такие, вау, челюсти попадали у всех Еще есть своя школа у девушки Что за школа? Где ты преподаешь? И самое главное, что ты там преподаешь? Прости, пожалуйста Не услышала концовочку вопроса Потому что у меня здесь немножечко звук отошел Ну вот как обстоятельства Где, когда, куда, откуда Почему, зачем и как Все, что касается твоей школы Ага, да Поняла Значит, своя, да, моя Которая личная школа дикторского мастерства Юль Аволон Она у меня онлайн Я ее прям специально делала Для всех людей Которые не живут в Москве Или живут в Москве Но очень заняты Потому что вот эти все Все вот эти поездки Вся вот эта логистика Куда-то добираться Особенно там в зимнее время В вечернее время после работы И я хотела сделать так Чтобы было удобно людям Во время, которое для них комфортно В месте, которое им приятно, да Где-то находиться Или свободно, комфортно себя чувствовать Я вот придумала Что у меня будет именно онлайн-школа Онлайн-курсы Онлайн-занятия интенсивные Индивидуальные всякие консультации Может быть это Ну, я написала, да, что Что на сайте на своем Что если вы из Москвы И если вы уже у меня там обучались Или еще где-то обучались И вам нужна помощь Именно с записи Профессионального портфолио То без проблем Мы с вами встретимся в студии Оффлайн уже И будем записывать И прокачивать Именно уже такое вот Профессиональное демо Ну, это же здорово, слушай Так, это же прекрасно Да, для всех основных Очень удобно Потому что речь Прекрасно преподается онлайн Это не вокал Хотя и вокал тоже Я преподавала для людей Из других стран По интернету Но это для тех, у кого Очень хороший слух А вот с речью Все вообще отлично Не нужно для этого Ехать в Москву Снимать квартиры И можно все это сделать Вот так Удаленно, дистанционно Но очень эффективно То есть ищем в интернете Информацию И обращаемся к тебе Если мы считаем Что мы уже в принципе Готовые профессионалы С прекрасным голосом Звучанием Но нужно немножко Подшлифовать Это да И если кто-то совсем с нуля Вот прям совсем нулевой Но мечтает Всегда мечтал У него какой-то Незакрытый гештальт Или это какой-то студент Который хочет Вот этим заниматься В будущем То и с людьми Которые никогда Этим вообще не занимались Я тоже занимаюсь Чудесно Мистически Фантастически Это все эпитеты Которые вот просто Хочется употреблять Адресованные тебе Нам написал молодой человек По имени Никита И он спрашивает Что тебя На ты Ну ладно Что тебя вдохновляет Не, нормально На ты Я даже студентам своим Говорю Давайте на ты И они такие Давай Поэтому нормально Все Меня вдохновляет Очень многое Прям очень многое Потому что я говорю Что окружающий мир Он такой прекрасный Даже если в нем Происходят какие-то Не очень прекрасные вещи Большинство Большинство явлений И каких-то событий Они все равно классные И меня вдохновляют Очень путешествия Я прям обожаю это дело Причем Не такие путешествия Когда ты приезжаешь куда-то И лежишь там На пляже Все включено А именно Да, именно путешествия В которых я могу Что-то новое узнать Что-то новое увидеть Что-то новое ощутить Почувствовать Я просто обожаю Вот это все новое Все, чему можно научиться Постоянно какие-то черпаю Новые знания И для меня путешествия Это постоянные открытия Вот каких-то новых культур Новых людей Новых языков Это очень здорово Особенно Какие-то, например У меня два направления Я очень люблю архитектуру И все, что с ней связано То есть я могу ходить Пешком очень долго По городам Внутри города И выискивать Очень необычные здания Сооружения Потом гуглить К какому периоду Они относятся В общем, такие заморочки И второе направление Это природа Я очень люблю Природные красоты Горы Море Какие-нибудь красивые Такие леса Вот, например Я сегодня ехала И попала В зимний лес Это было так прекрасно То есть Огромные Высоченные Ели и сосны И на них Такие белоснежные Шапки снега Просто сказка Не представляешь Вот я могу Проехать По подмосковной дороге И меня уже Все вдохновляет Так что вот так Никита Просто надо Почаще смотреть Вокруг И радоваться Тому Что вас окружает Ну вот ты уже Сказала про море Что оно тебя Тоже вдохновляет И следующая Морная композиция Твоего коллектива Которая у нас Стоит на очереди Это море привет Давай Я очень давно Не была в море И поэтому Я уже его зову Просто из Москвы Этой песни Давай мы прямо сейчас Ее послушаем Дадим насладиться Этой возможностью Нашим радиослушателям А позже Расскажем Откуда вообще Родилось такое Название группы И как рождается музыка Много у нас вопросов Есть здесь Как раз На эту тему Ну что успеем То обязательно озвучим Хорошо Моря привет Как твои дела Я так давно Тебя Не видела Я так давно Он с тобою Не молчала По душам Давай Рассказывай Как ты тут Не спеша А у меня Море нового Новые мысли И друзья Правда здорово Я путешествую Пою Несу Добро И свет И вот сейчас Я здесь Чтобы сказать Ну привет Ты Мое самое Важное Мнение Самое Сильное Синее Вдохновение Самое Главное Отцу Спасение Ты Мое Море Ты Мое Море Ты Мое Море Море Не Волнуйся За Меня Пожалуйста Не Волнуйся Может Только Совсем Чуть Чуть Если Захочу Я Вдруг С Чистого Листа Именно Отсюда Начну Свой Новый Путь Субтитры Море 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 Преет Я Соскучилась Бросила Все Дела И К Тебе Сорвалась Я Обнимаю Твои Волны ветер твой ловлю Знаю, что знаешь ты Как тебя я люблю Ты мое самое важное мнение Самое сильное и синее вдохновение Самое главное отцуе спасение Ты мое море Ты мое море Ты мое море, море Не волнуйся за меня, пожалуйста Не волнуйся, может, только совсем чуть-чуть Если захочу я вдруг с чистого листа Именно отсюда начну свой новый путь Не волнуйся за меня, пожалуйста Не волнуйся, может, только совсем чуть-чуть Если захочу я вдруг с чистого листа Именно отсюда начну свой новый путь Иди в свою семью Артишок ФМ Поболтаем 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 на Артишок ФМ А мы продолжаем болтать И вот пока вы слушали замечательную музыкальную композицию И Юль тут делилась со мной секретами Чем нужно полоскать горлышко Каким образом нужно беречь свои голосовые связочки И все, что с этим связано И Юль, большое тебе спасибо Я напоминаю Главное, чтобы были здоровы все Да, что сегодня мы болтаем в нашей рубрике с Июль Эвалан Это девушка И официальный голос радиостанции Европа Плюс И голос крупнейших рекламных брендов И федеральный, и международный диктор И член Союза дикторов И можно еще бесконечно говорить о том Что вы слушаете ее голос почти каждый раз Когда включаете какой-нибудь зарубежный фильм Или сериал, или мультфильм Или компьютерную игру Знаете, да-да-да, это все она Сейчас попью тепленького, послушаю тебя А я пока скажу Я просто всегда, когда приходят ко мне новые студенты, ученики Смотрят так на меня А я им говорю Да, вы меня не знаете Вы меня никогда не видели Но вы абсолютно точно Сто процентно Когда-нибудь и где-нибудь слышали мой голос И они такие Да-да, точно Я же слушаю Европу Плюс Да, поговорите, пожалуйста Да, мы пока послушаем вас Да До того, как мы послушали композицию «Море привет» И ты уже сказала, что вдохновляешься ты природой И всем чем угодно, что окружает нас вокруг Даже глупо было бы спрашивать о том, откуда название твоей группы «Мистикл Сайенс» родилось Я не буду спрашивать, почему «Мистикл» Или спросите все-таки Да, в принципе, ты уже так много сказала про «Мистикл», что уже все понятно На самом деле она действительно родилась Вот я правильно ее применила Что это не какое-то вымоченное название Как, знаешь, люди сидят, на бумажках там что-то пишут Потом шляпку кладут, вытаскивают, знаешь, как барабан крутят Нет, здесь такого не было никаких там голосований или еще что-то Мы думали, да, мы думали, как назвать группу Потому что вы знаете все, что как корабль назовешь, так он и поплывет И мы думали, мы думали Но пока мы думали, вот именно искусственно, нарочито Ничего не придумывалось Нет, придумывалось много чего Но оно не совсем нам соответствует А название, кстати, классное Мы, знаешь, сколько напридумывали Ух, накреативили Прям я могу теперь бизнес такой открыть По названию Обращайтесь Там просто роскошное просто название Но оно как будто бы не твое Вот что-то не то, что-то не то Все классно, но не то И вдруг в какой-то момент Вот просто неожиданно оно приходит И мы просто смотрим такие друг на друга То есть прям ко всем одновременно пришли Это оно Не-не-не, там, я уже так точно не помню, как это было По-моему, я что-то сказала И что-то мы к этому еще добавили И как-то, короче говоря, оно как-то получилось Вот совершенно неожиданно Причем еще в каком-то неожиданном месте Мы где-то ехали Какая-то дорога была тяжелая И вдруг вот это озарение Вообще ничего просто Это было очень круто И мы сразу поняли, что это оно Очень часто, кстати говоря, артисты Когда в начале своей деятельности Они придумывают какое-то себе имя, псевдоним Даже вот одиночки в группе А потом еще меняют У меня таких много знакомых артистов Которые меняли, меняли, меняли Прежде чем что-то нашли И вот нам хотелось сделать так Чтобы не менять ничего Чтобы оно было сразу наше И когда мы вот это услышали В эфире в своем Мы поняли, что оно вот такое Что мы его не захотим поменять Вот оно прям наше Просто до последней Был капки-точечки И как же давно это случилось? Как давно родилась группа И, соответственно, название? Поскольку мы поняли, что оно родилось Прямо в самом начале зарождения вашей группы Именно вот данный проект Как вот музыкальный стиль Там, саунд Что вот именно такое Потому что до этого я еще пела джаз Потом еще что-то делала Именно до этой группы Это много чего она пела У меня, кстати, и была Прости, что я тебя перебиваю У меня, кстати, была мысль Пока ты рассказывала Вот мы там коллектив Мы там расы родили совместно Я думаю А как же творческие амбиции Одиночки Когда я все сама Славу мне всю И так далее Ты знаешь, у меня вот никогда не было Амбиций именно одиночки Я не знаю почему Мне прям всегда-всегда Хотелось иметь группу Потому что ты мистическая Поэтому и вот ты необыкновенная Не такая, как все Я тебе отвечаю на твой вопрос Очень спасибо Да, то есть я прям Не хотела вот выходить Одна такая Стою на сцене И пою Хотя не умоляю Ни в коей мере Достоинств тех артистов Которые это делают сами Потому что на самом деле Это очень большая нагрузка Да, все просто Внимание на тебя И больше ни на кого Внимания нет А я, наверное, хотела Чтобы Чтобы вот еще кто-то за мной был Кто-то меня охранял Наверное И мне очень хотелось Чтобы у меня была группа А еще, знаешь Еще мне всегда Всегда почему-то казалось Хотя разные, конечно, примеры есть Но Мне почему-то казалось Что одиночки Они как-то Быстро Ну что ли Устают от этой деятельности Задуваются как-то Да И все прекращается А вот группы Я знаю очень много групп Которые Не знаю Мне кажется Им уже лет 40-50 Они все гастролируют То есть Им там уже вообще Не знаю Сколько лет Они Просто Непонятно В каком веке Вообще То есть коллективная энергия Ее больше, да Получается Чем у одиночки Мне кажется Что это очень Помогает им Долго держаться На плаву И продолжать Творить Креативить Ну и как давно Вы держите Уже со своей группой Ну мы еще мало держимся Получается Что Смотри У нас как бы Группа У нас такой коллектив В котором Основную Функцию Выполняют Двое Это Я как автор песен И как вокалистка И как Креативный Волшебник И Саундпродюсер И аранжировщик Который Все мои Вот эти идеи Он облекает Именно уже Такой вот Саунд Да То есть Вот эти все Аранжировки Все там Продакшены Звуковые И я Все ему пою Все ему играю А он уже делает Из этого Красивую Красивую Такую Оболочку Это Алекс Мартин А Остальные члены Коллектива Они именно Инструменталисты Они помогают нам Делать концертное Звучание То есть Когда мы уже выступаем Либо акустическое Либо полноформатное А так получается Что группа Это вот Наверное Такой Мини состав И плюс Расширенный Уже концертный состав Так ты все-таки Отошла от вопроса Уже второй раз Уходишь Сколько вам Бодиков Насколько вы еще Маленький Или уже Я как в политике Я как в политике Умею уходить От вопросов Да Просто у нас осталось Буквально 5 минут До конца часа У меня еще куча вопросов Но видимо Мы будем с тобой Встречаться еще Ну давай хотя бы Получается Примерно Примерно Это было В 2017 году Когда мы Только вот Начинали И когда появилось Название группы И когда мы еще Искали Именно свой саунд То есть мы уже поняли Что мы хотим делать Но вот сами звуки Само звучание Мы еще С ним не определились И потом Прошло Наверное Наверное Еще Годик Полтора Наверное И у нас уже Вот создался Свой собственный стиль Когда мы поняли Что нам очень нравится Такое Звучание Инди-рока Софт-рока Гитарное Гитарное И басовое Но мы добавили туда Вот эту Мою такую Воздушность И космическость И получилось Вот то что Прям То что нужно Ну уже много Семейных кризисов Вы должны были пройти За это время Уже с 17-го года Это уже 24-й На дворе Вот-вот уже Постучиться Так что я думаю Что уже Ну уже Притерность У нас не было У нас не было Никаких кризисов Вроде бы Уже за это время Успели притереться Я вот к чему Что значит у вас впереди Вроде да Да Должно быть Все супер Смотри У нас Не прозвучали Еще Несколько песен В эфире Мне бы хотелось Чтобы ты сама Сейчас выбрала Какая песня Завершит этот час Либо магия Либо в самом сердце Я так понимаю Вселенной Да И главная сила Вот какую песню Ты хотела Чтобы услышать Давай знаешь Как сделаем Давай Во-первых Ты меня еще раз Пригласишь Обязательно Чтобы мы Чтобы мы договорили Нашу полгогу Второе Это я сейчас Прости перебью Эти песни будут Звучать у нас В эфире Мы обязательно Их добавим в ротацию Прямо сегодня Я просто не добавляла До сегодняшнего дня Дабы Сегодня у нас была Такая презентация С тобой в эфире Угу И ты хотела сказать Давай как сделаем Приглашу То однозначно Да И я хотела Предложить Мне поставить Главную силу Почему Потому что Я хотела Поздравить всех Слушателей Артишок ФМ С наступающим Новым годом И вот что пожелать Угу И это все Предваряет эту песню Желаю вам Стремиться К своим целям Не ждать Кого-то Или чего-то А самостоятельно Исполнять свои мечты И помнить Что жизнь И время Это огромный дар Который нужно беречь И ценить И тратить его Можно только На настоящие дела И настоящих людей С которыми вы чувствуете Написал нам Главная сила Ура И куча смайликов С сердечками Какая у тебя мощная Поддержка Слушай Спасибо Я тоже Такую хочу Телефон Дымового эфира Там Можно мне Тоже писать И Юль Благодарю Так Сейчас я открою Радиостанции Рукопожатие Вот И мне написали Видишь И мне перепало Большое-большое Спасибо вам Сергей Ну что Слушаем тогда Главную силу Давай заканчивать Поскольку у нас Уже заканчивается час Я тебя И спасибо тебе большое Наташа За то что меня пригласила И желаю тебе здоровья Сейчас я кашляну На пасашок Чтобы все слышали Что я не придумываю Ты мне здоровья желаешь Действительно Ты говоришь Спасибо тебе Спасибо тебе Что ты нашла В своем плотном графике Время Целый час нам посвятила Уделила Я надеюсь Что большое количество Услышат наш эфир В записи Слушайте Слушайте Эту девушку Я вам тоже желаю Всем конечно же здоровья Тебе еще раз Благодарность от меня Ну и давай Какую-нибудь Коронную закрывашечку Твоим фирменным голосом Сделай мне одолжение И главная сила У нас впереди Хорошо Мистикл Сайенс Мы несем Добро И свет Вау А мне написали Наташа Обнимаю музыкой Боже Как приятно Это все благодаря тебе Между прочим Спасибо И Юль Эвалан Была сегодня у нас На Артишок ФМ До встречи Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это моё волшебство Главная сила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не больше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok